Всем привет, друзья! Новый день, новый влог. И у нас начинаются сборы. Взвешиваем чемоданы, и цифра там вообще не очень приятная. Далеко не приятная цифра. Выходит чемодан, еще вторая, второй багаж. То есть это все багаж. А в совокупности дозволенного можно только в багаж пронести 19 килограмм. Бесплатного багажа, без доплаты. Здесь у нас весит 20 где-то 8 килограмм. Здесь 9, 8, 9, ну может быть 10 килограмм. Плюс у нее еще ручная кланка. Ну там килограмм может 3. То есть у нас перевес. Ваши ставки, что будет? Да мне вообще все равно. Ну вот, вы готовы? Готова. Домой хотите? Ой, отворились этими вопросами. Ну вот. Вот и поговорили. Короче, собираемся. Собираемся. Вероятнее всего, придется пошлить за перевес. Будем смотреть по ситуации. Хотя она говорит то, что когда она выезжала из Владивостока, у них не измеряли багаж. Возможно, и здесь не будет. Но я ставлю на то, что будет, потому что у нее 2 багажа. А это привлекает внимание. Если был бы один, это еще одно горе. А тут их 2. Поэтому будем смотреть по ситуации. Приехали мы уже на Хюкисо. Мы уже в пути, в дороги. Остановились. Сейчас что-нибудь по туалетам. Покупить, покушать. И снова в путь, в дорогу. Да? Угу. А накупили всего, всего, чего можно и нельзя. Чтобы все попробовала. И такую штучку, и кофе, и здесь такую еще штучку. И там еще у нее картошка. Она уже сидит сосиску похреначит. И кальмар там еще. Все, что можно, накупили. Вот. Будем есть все. Понабрала специально, чтобы испробовала всю уличную еду. по чуть-чуть всего. У меня есть сосиска. И... Куток. Ну, в принципе, прикольно. Каташка. А что? А, ну, куток. Дай ему вот это, допустим, заедай. Каташка. Где? Дай мне эту астаканку. Каташечка. А это у нас... как рыбный рулет из рыбного теста, что-то такое. С бульончиком. И кальмарчик. Дело доброе. Ну, как вам корейский стрит-фуд? Нормально. Ну, многое мне не понравилось. Мне нравилась только сосиска. Она была нормальная, прям как сосиска. Какая, какая именно? С током? С рисовой топливой? Да, это, которая обмотана была тестом. А то, что с током, они какие-то абсолютно безвкусные, еще и при этом сильно жирные. Что еще, пожалуйста? Кальмар мы ели невкусно. Картошка, российская картошка вкуснее. Ну, да. Вот. Кофеек вкусный. И что-то сладкое было. А, эти булочки с кремом, такие кукурузки. Да. Что, наелась? Наелась, хорошо. Хорошо? Ну, все. Так, ну, мы приехали. Вот он паром. Народ там, я уже смотрю, заходит потихонечку. Вот он. На нем она и поплывет. Это куда? А тут дискотека. Смотри, смотри, сколько ташек ташек. Ну, в общем, стоим дальше. Там идет взвешивание. Мы взвешились. И получается, в одном багаже максимальный вес 25 килограмм. У нас здесь было 26. Получается, мы один килограмм перетащили сюда. То есть вот. Потому что в одном багаже максимальная вместимость 25. А распределить на два можно. Три дыхания мы открыли. Ну, третье дыхание. Это я напоследок оставила. Я ее специально не открывала. Ну вот. А потом вот открыла. Перед пришлось вскрывать, перекладывать. Переложили. Сейчас дальше туда там регистрация. И потом уже пойдет дальше. Ну, что ты? Я уже вся вспотела. Да, ты что? Ладно еще. Все, фигни, что ты потащишь. Все, ты не знаю, как ты попрешь это все. Я не знаю. Там может кого-нибудь там это скажет. Помогите, пожалуйста. По-человечески. Может кто-то поможет там русский. Короче, дали ей денег. Покажи. Из жопы. Из какой-то. Трэш. Ну все, отправили ее. Что уж. Сейчас она там тамошку будет проходить. Нас уже туда никуда не пустили. Заплатили за перевес. Чемоданы погрузили, забрали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Время почти ровно 9 часов. Ну, 9.03, где-то приблизительно так. Я не могу уснуть. Я думала, что я приду. Там что-нибудь перекушу, там чай попью и лягу спать. Как в прошлый раз было. Но я не могу. У нас очень сильный ветер. Ну, дождя нет. Но ужасный ветер, из-за которого поднимаются волны. Волна приблизительно 4 метра. Ужасно все качает. Все ходят просто, как какие-то зомби. Кто-то спит, кто-то не спит. У нас в каюте нашей воняет жестко вообще. Не знаю чем, но просто воняет. То ли дерьмом, то ли еще чем-то. Вообще жесть. И укачивает. Я выпила таблетку еще вот, когда я села на паром. Нет, до парома я половинку выпила. И вот потом я целую выпила таблетку. И пока меня не рвало, к счастью. Но очень плохо. Я не могу. Меня все трясет. Сохнет во рту. Я не могу встать. Потому что как только я встаю, все, начинается качка. Ужасно начинает тошнить. Поэтому я закрылась у себя. И лежу. Я до этого лежала, смотрела фильм. Но сейчас даже фильм почти невозможно смотреть. Ужасно качает. Ужасно плохо. Просто вообще трэш. Я не знаю, сколько еще это терпит. Мне кажется, до самого Владивостока. Но я надеюсь, что когда мы будем подъезжать к Владивостоку, там уже... Ну... Там уже будет попроще. Потому что, насколько я знаю, где-то там около Кореи какой-то тайфун проходит. Поэтому здесь сильный ветер. А во Владивостоку не должно быть. Но я, по крайней мере, надеюсь, что там не будет. Продолжение следует... Всем привет! Сегодня я расскажу вам о своем очень извлекательном, так скажем, испытательном путешествии, возвращении из Кореи в Россию на пароме. Сразу скажу о том, что оно очень сильно отличалось от того, как я была на пароме с Владивостока в Корею. Потому что та поездка меня очень сильно вдохновила. Я впервые была на пароме в открытом море, вокруг ни единого островочка, ни живой души, ничего. Просто море, и все. Море было очень спокойное. Не было ветра. Были очень красивые закаты. Мне все очень понравилось. И там были обеды, и ужины, и завтраки. Я не была голодная. Все было хорошо. Но возвращение из Кореи в Россию было совершенно иным. Мой последний прием пищи, наверное, был за несколько часов до отхода, отплыва парома. Как раз таки, когда мы ехали из одного города в другой до самого вокзала, мы поели где-то вот, как это называется, питстопы, наверное, что-то вот, всякие кафешки недалеко от хайвея. Где можно покушать, заправиться, отдохнуть немного и продолжить свой путь. Когда... Я, наверное, не буду рассказывать про то, как мы были на таможне. Там, возможно, там снимало уже света. И вы увидите или уже увидели, как это все проходило. Я расскажу про ситуацию на самом пароме. Почему я проехала очень ужасно. Погода была плохая, и это было главным фактором того ужасного переезда. Почему это так было ужасно. Когда мы отплывали, я зашла... Я не знаю, как это правильно называется. Наверное, на борт. То есть на самую верхнюю часть парома, там такое место. Надеюсь, там видео будут прикреплены. И вы поймете, о чем я говорю. Там есть лавочки, можно посмотреть закат и подышать свежим воздухом. Я встретила там закатом, был очень красивый закатом. Было настолько красиво. Надеюсь, тоже будут прикрепляться видео, которые я снимала там. И тогда, когда мы начали отплывать, было объявление о том, что будет небольшая качка. Волны около 4 метров, 4-5 метров приблизительно. Я уже не помню все в таких красках, как помнила на тот момент. И уже прошло 4 месяца от этого дня, когда я возвращалась. Поэтому рассказ будет ужатый. Основные моменты это, что я не ела ничего. Около больше, чем сутки. Потому что была ужасная качка. Хоть и там открывался ресторан на ужин. Туда практически никто не ходил. Потому что, судя по всему, было плохо всем. Все, наверное, как-то умудрились лечь спать. Потому что никто не ходил ни по каюте, ни по палубе. Никого не было. Все лежали по своим местам. Но я не могла уснуть очень долго. Я надеялась, что будет все так же хорошо, как я и ехала в Лула в Корею. Я надеялась на это. Но как бы не так. Я не смогла уснуть. Я просто лежала. Мне не хотелось ни есть, ни пить. Меня очень сильно укачивало. Даже сидеть было тяжело. Потому что, когда сидишь, тебя качают стороны в сторону. И начинает укачивать. Самое идеальное решение это просто лежать. Но, к сожалению, у меня не получилось все время просто лежать. Мне очень захотелось в туалет. Я терпела до последнего, потому что знала, что если я встану, то меня будет укачивать. И пока я дойду до туалета, меня очень сильно укачает. Несмотря на то, что я выпила до этого две таблетки от укачивания. Они мне не помогли. И мне пришлось встать. Это было где-то, наверное, 11-12 часов ночи. Тогда прям уже волны были достаточно сильные. Качало очень сильно. Что, пока я шла до туалета, мне пришлось опираться на разные стены. Я перетоптала всю чужую обувь. Было темно. Ничего не видно. И при этом очень сильно качало. Пока я дошла до туалета, меня укачало, соответственно. Но ничего из меня не вышло, потому что я на тот момент уже не ела больше 10 часов. Меня просто бросало в жар. Мне было очень плохо. Меня трясло. Я постаралась очень быстро сделать все дела в туалете. Туалет был ужасный. Потому что там, судя по всему, тоже кому-то стало плохо. И из трех кабинок чистая оставалась только одна. Я старалась сделать все как можно быстрее, вернуться на свое место. Я легла. Долго очень не могла уснуть. И, ну, по сути, часов, наверное, четырех ночи, грубо говоря, я не спала, а дремала. Я постоянно просыпалась. Был ужасный скрежет металла, стуки. Был ужасный запах в каюте. Вот что мне еще очень сильно запомнилось. Вот я перед тем, как поехать на паром, на вокзал, надушилась духами, которые мне очень нравились. Мне казалось, что не такие легкие, незаметные, очень приятные. И я им всегда до этого пользовалась. И никаких проблем не возникало. Но после той ситуации они у меня стали ассоциироваться. Я почему-то стала их от себя чувствовывать. Хотя до этого я не чувствовала от себя этих духов, этого аромата. Но в этот раз я их стала чувствовать. И они у меня стали ассоциироваться с тем запахом, который присутствовал в каюте. А, судя по всему, там запах был из туалетов. Такой... Как будто кому-то плохо стало, кого-то стошнило. Вот такой вот запах в перемешку почему-то с потом что-то типа того. То есть в каюте ужасно пахло до самого утра, наверное, даже до обеда. Потом стало как-то попроще. Возможно, оно все выветрилось. Потому что утром уже качка была не такая сильная. Стали открывать окна, двери. Вот. И... Ну, где-то к обеду уже стало намного проще. То есть чуть-чуть покачивало, но совсем чуть-чуть. Я, получается, вернулась на свое место. Я легла, не могла. Просыпалась где-то в час, в два, в три ночи. Ну, грубо говоря, каждый час. И был момент тоже, я думаю, ставят это в видео, как я снимала, что была очень сильная качка. Я лежала, около меня висела шторка, которая закрывает мое место. Она как бы висела, но в некоторые моменты, когда очень сильно как бы наклонялся паром, мне в те моменты казалось, что мы просто уже паром ложится на бок, и мы скоро будем лежать на стенах. И шторка просто отклонялась вот приблизительно так. Она чуть ли не горизонтально вставала. То есть настолько сильная качка была, хотя казалось бы, сказали, ну, будет немного качать, волны 4 метра. Мне кажется, они были все 10 метров. Возможно, из-за того, что паром такой маленький, для него 4 метра так сильно ощущаются. Потому что, судя по всему, как мне рассказывал мой папа, на больших лайнерах волны в 4 метра не ощущаются совершенно. Вот я проснулась, наверное, часов в 7 утра, и уснуть тоже не могла. Я ничего не ела, и даже воду не могла пить. Меня поразили корейцы, которые все время ели. Они как с утра начали есть, так и ели в течение всего дня. У них там были рисоварки, кукуруза, лапша, чего у них только не было. Они со мной поделились чаем, судя по всему, по моему лицу было видно, насколько мне плохо. Я сидела с бледным зеленым лицом, и даже не могла пить воду. И вот мне принесли чаем, мне чуть-чуть полегчало. В принципе, насколько я помню, ничего такого интересного там в этот момент не происходило. Просто мы долго ждали. У нас была задержка, то есть мы должны были придуть в одно время, но мы приплыли где-то на полтора часа позже. Я стала очень переживать из-за этого, потому что мне потом предстояло сразу же идти на поезд. А высадка занимала тоже около двух часов приблизительно. В Корее выпускали сначала граждан Кореи, потом граждан России. В России, наоборот, сначала граждан России, потом граждан Кореи. Но это не сильно мне помогло. И благодаря тому, что я там где-то прорывалась в очереди, старалась выйти первой, благодаря этому я пришла на поезд за 10-15 минут до его отправки. Я успела. Я не буду рассказывать все прям в подробностях, что там происходило, потому что там было очень много неприятных моментов, что творилось в туалетах и, в принципе, на самой каюте. Но вот основные моменты я рассказала, что была ужасная качка, было очень некомфортно, было страшно. Зато был очень красивый закат. Когда мы отплывали от берегов Кореи, Донгэ, тогда вот солнце садилось, было очень красиво. Опять же, надеюсь, что там видео будут вставлены. На поезде я уже отдохнула, мы возвращались. Вот вроде как это был океан, там был новый вагон абсолютно чистый, комфортный. Там было все для комфорта, даже завтрак нам принесли. И тогда вот, когда я села на поезд, мы отправились. И спустя час я только что-то поела, наконец-таки. И все. Тогда стало мне уже легче, стресс прошел. Конечно, так, прошла. Вот. Наверное, подведу небольшой итог по своей поездке в Корею. Что, наверное, сказать надо. Я в Корее уже бывала, но я была чисто вот прям как туристом. То есть я была в таких основных местах туристических. Не видела реальной жизни корейцев. Как, например, что меня очень удивило. Я впервые ездила на городских автобусах. До этого я на автобусах не ездила. Я ездила на метро. На метро я ездила и в Россию, но в Корее на метро я не ездила. Оно отличается от российского метро. Очень удивило меня то, что вот в России часто говорят, что вот у нас очень плохие водители автобусов. Они гоняют, подрезают. Но вы, наверное, еще не ездили на автобусах городских в Корее. Там, казалось бы, такие уже дедушки-старички водят этот автобус. Но они так в повороты заходят, чуть ли не боком. То есть вот таких вот моментов я увидела больше в конкретно жизни корейской. Прониклась в это все. Конечно, я очень устала, потому что у нас была очень ужатая программа. Мы должны были все успеть абсолютно, везде сходить, все дела решить. И поэтому я под конец просто уже была выжатая, как лимон. Мне уже все порядком поднадоело. Но я бы, конечно же, хотела еще раз вернуться. Потому что я считаю, что я еще много чего не увидела, ничего не сделала. И я планирую еще вернуться. Но надеюсь, что это будет мне не паромом. Потому что, не дай бог, я еще раз попаду в такую же передрягу. Я просто этого думаю, я не переживу. Я не хочу еще раз ощутить это на себе. Это на самом деле ужасно. Хотя, как говорят корейцы, в принципе, люди, которые часто передвигаются таким способом, что такое происходит в основном ближе к зиме. То есть осень, середина, конец осени, весна, а летом такого не происходит. Что море летом абсолютно спокойное. И таких ситуаций происходит много меньше. Я думаю, я рассказала все, основные моменты. Поэтому буду с вами прощаться. Всем пока! Ну, в общем, приехала я домой. И комната, собственно, пустует. Все. Переоборудую потом эту комнату обратно в гардеробную. Будет здесь обратно в гардеробную, как и была. Грустно, на самом деле, конечно, грустно, что так быстро пришлось расстаться. И все, разойтись. Ну, что поделать. Вот, только на 9 дней получилось приехать. Потому что, вот, все это очень быстро, все это спонтанно произошло. Если бы это было бы раньше, то как бы можно было бы на подольше. А так она учится. И не получилось на подольше. Потому что у нее учеба. Ну, надеемся, что, возможно, в следующем году, если все будет нормально, то сможет ко мне приехать еще и уже на подольше, конечно же. Поэтому вот такое вот у нас длиннющие влоги получились, а совместные. Надеюсь, вам понравились. Поэтому, если так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем пока! Продолжение следует...